На прилавках рынка говядины из Нухутского, Баендаевского и Ольхонского районов поставщики привозят мясо ежедневно. По словам продавцов, в последнее время покупателей все больше интересует продукция именно местных сельхозпроизводителей. Я смотрю, что в последнее время говядину лучше берут, чем свинину, по крайней мере. Потому что свинина есть и привозная, а говядина, она все идет местная, вся домашняя. По мнению специалистов, выбор покупателей обусловлен не только качеством, но и стоимостью продукции. По данным Службы потребительского рынка, лицензирование Иркутской области за прошедшую неделю цены на говядину остались прежними, но подорожала свинина и курица. Таким образом, в рейтинге субъектов Сибирского федерального округа наш регион занимает 10-е и 11-е место из 12-ти. Выше цены на эту продукцию только в Кызыле. Сегодня ситуацию с ценами на продукты обсуждают в правительстве Иркутской области. Помимо свинины и курицы, в регионе подорожали твердые сыры и колбасы. Сейчас в 42 муниципалитетах региона ведется ежедневный мониторинг стоимости продуктов. На контроле крупные торговые сети, рынки и павильоны. В Министерстве сельского хозяйства при Ангаре ведется работа с местными товаропроизводителями. При повышении отпускных цен мы всегда, они готовы с нами все сотрудничать, изъявили полное согласие, открывают свои предприятия для нас. Мы будем выезжать, встречаться, смотреть, как сформирована себестоимость и находить, или она реальна, или это просто какие-то конъюнктурные изменения цены. По словам первого заместителя председателя правительства региона Виктора Игнатенко, сейчас главная задача – предоставить возможность местным производителям выйти на рынки области. Для этого в Приангаре будут организованы ярмарки. Наша общая задача, скажем, вот этот вот непростой переход на период пройти с наименьшими издержками, в том числе и социальными. Ставится задача, чтобы в среднем на 30 тысяч населения были организованы ярмарки, что для населения более доступны должны быть эти ярмарки, чтобы не ездить там, взять только в крупные какие-то магазины на рынок. Только в Иркутске намечено создать около 20 торговых точек. Планируется, что они будут организованы во всех микрорайонах города. Татьяна Беретина, Николай Крупченко. Новости сейчас. Новости сейчас.